здравствуйте прошло наш мастер-класс мы начинали и немножко продолжили наш портрет сегодня модель наша согласилась нам снова позировать поэтому есть возможность заканчивать наш портрет знаете в жизни так и бывает вот начинаешь рисовать модель а потом модель или уедет или заболеет не дай бог или еще какие-то события происходят поэтому очень важно конечно чтобы состоялся еще еще один сеанс потому что легко начинать но довольно таки сложно продолжать и заканчивать работу поэтому в нашем деле требуется терпение сегодня наш мастер-класс будет посвящен именно светотеневой моделировки формы если вы помните прошлый раз мы с моделью работали общее построение упрощенное такое построение вам рассказывал как делится пропорции лица а сегодня мы уже продолжим изображение работу светотенью это уже более такая бы сказал немножко механическая работа когда надо просто сидеть и набирать карандашом тон юля теперь немножечко сюда левее вот так ровненько следим за светотенью у меня здесь освещение верхнее значит правая сторона формы более освещено левая в полу тони в тени уже больше находятся волосы а лицо тени как правило старайтесь изображать не сильно темными то есть не старайтесь чернить их так чтобы они были темные как волосы то есть отдавайте предпочтение все-таки материалу что волосы в любом случае будет темнее чем лицо поэтому набирая тон волос вы можете смело в соотношении тону лица так как лицо светлое взять и все наши волосы проштриховать сразу полностью все все пятно волос тонально за штриховать чтобы сразу взять отношение тон волос и тон лица подчеркиваю для этого конечно требуется определенное время потому что сидеть и штриховать это нужно небольшое все таки терпение вот а у нас мало времени с вами поэтому все делается в данном случае ускоренном темпе правый свет значит левой стороны у нас пойдут уже тени этому или можешь лицо не наклонять а держи наоборот вот так ровненько и сейчас я попробую дальше продолжить работу над твоим портретом так у тебя глаза все в тени потому что у юли челка прямо нависает на глаза и поэтому не все глазки в тени поэтому можем сразу все проложить в тон то есть посадить кого глазные впадины сразу посадить в тень ты пускай они будут там может быть даже это будет более так интригующие такие глаза скрыты в тени дальше мы проверяем пропорции так как вы если вы помните я вам говорил что между глазами должен поместиться глаз если вы помните вы берете просто мерить и глазик и от уголка до уголка следующего глаза должен поместиться глазик вот если какая-то неточность можно ее подправить и дальше опять набираем тон здесь конечно рассказывать можно долго и много но нашем деле главная практика то есть вы берете в руки карандаш и я как говорю иногда что он не должен у вас останавливаться мы все время все время должны его как бы держать в тонусе рука не останавливается все время работает желательно чтобы для этого у вас ежедневное было хотя бы двух а лучше десяти минутная практика тогда вы будете смелее общаться с карандашом в руках кстати вот юля позируешь да а я хочу сказать что позирует собственно лично только английская королева у них принято что портрет английской королевы пишется только с натуры не с фотографии и каждый год почти можно сказать каждый год объявляется всемирный конкурс на котором все художники мира могут принять участие в этом на конкурс писать портрет английской королевы она выходит и собственно лично позирует художнику поэтому работа с натуры это серьезное дело это работа для королей я продолжаю набирать тон модель она живая все время вращается то она направо повернется то налево вы не забывайте говорите смотрите пожалуйста на меня так или я потихонечку буду набирать светотень можно знаете немножко ускорить процесс тем что чуть-чуть слегка можно растушевать в тени штрихи и это же небольшой растушевкой можно пользоваться и на освещенной стороне и снова когда вы немножко поработали над самим лицом переходим снова к волосам и набираем тон здесь продолжаем набирать когда вы работаете над портретом выбирать карандаш по мягкости ну желательно есть разные тенденции есть больше желающие которые чтобы портрет выглядел очень легким таким светлым светом использовать твердые карандаши ну я люблю более мягкие более такие темные что ли карандаши которые дают такой более бархатный насыщенный тон у меня карандаш 8b карандаш мягкий материал быстро стачивается поэтому он требует постоянно заточки и так юля опять внимание и продолжаем набирать тон можно уже уделить снова внимание глазам вот чтобы передать их такой влажный блеск тут уже конечно можно использовать всяческие такие моменты работы блика когда у вас глаз и весь вы поддернут по волокой такой тени и вдруг неожиданно где-то в уголках глаза или на зрачке легкий такой блик вот сейчас мы его с вами и здесь передадим хотя юля у тебя подчеркиваю как раз глазки больше в тоне там спрятаны под челкой поэтому блячок не так активно виден сходство это требует более длительного времени когда вы кропотливо миллиметр за миллиметром приближаетесь к сходству модели и так продолжаем работать светотенью набирать тон и как я вам сказал немножко придавать глазам такую легкую влажность работа над деталями требует еще более длительного времени поэтому запасайтесь терпением когда вы будете работать над портретом своих друзей близких родственников вот для того чтобы за впечатлить их для семейного альбома или у меня сломался карандаш от я уже беру в руки грифель и уже самим грифелем подвожу твои глаза то что я говорил мягкий карандаш очень такой нежный материал поэтому больше используйте может быть даже твердый материал это будет для начинающего легче и не так быстро ломается ну можно как видите вот просто взять грифель и в руках и продолжить работу без остановки поэтому заканчивать портрет можно еще на протяжении нескольких минут мы с вами уже ограничимся временем и я могу пожелать дальнейшем больше практики больше практики чаще срисовывайте с него всевозможных репродукции с фотографии вот это поможет вам больше корректировать глазомер ну а еще лучше если вы чаще будете работать с натурой приходите к нам студию и будем вместе с вами рисовать портрет нашей модели и также тех моделей которые вы захотите изобразить так что милости прошу вас нашу изо студию